Чемпионат России по хоккей с мячом подошел к концу. Этот игровой год, к сожалению, запомнился не только одними хоккейными баталиями, а более подробно о сезоне 2016-2017 мы поговорим с главным тренером хоккейного клуба «Инисей» Сергеем Ивановичем Ломановым. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте проясним такую ситуацию. По ходу сезона возникало немало слухов и разговоров, что вы, по сути, формально руководите командой. А после дисквалификации этих слухов стало еще больше. Могли бы прояснить? В Красноярске вообще вопросов не было. Как работал, так и работал. Работал. Ничего не менялось. Ведь те же гости, они же более-менее скромные люди, приезжающие, проверяющие. Они не будут заходить в раздевалку. И их туда никто не пустит. Поэтому исходили из всего. Никто не может доказать, рассказать, что я находился в это время в раздевалке. Был ли я там или не был там. Это все осталось в колуарах. И думаю, об этом не надо никому знать. Ну а сейчас можно раскрыть секрет? А зачем? С задним числом оштрафуют, если есть за что. Зачем вот эти секреты? Я же... Я был главный тренер. Потом и Иван Максимов, исполняющий обязанности главного тренера. Единственное, что я иногда, когда не очень важно и не важно, я не ездил на выезд, чтобы не попадать в какие-нибудь нерепые ситуации. Непростые. То есть подстраховался, скажем так. И много таких матчей было? Ну, на выезде, да, практически они все были. Потому что, как правило, все эти матчи были уже не важны. Не влияющие на турнирное положение. Ведь первый этап он вообще шел. Ни к чему не обязывающий нас попасть в четверку. И в следующий этап ты выходишь без очков, с нулем. То есть ничего не требовалось. В общем, со спокойной душой отправляли команду на выезды? Абсолютно. Регламент такой был устроен, что практически самые серьезные матчи были уже в четвертой финальной части чемпионата. Сергей Иванович, ну вот я слушал ваше интервью после бронзового матча с Архангельском. И вы сказали, по сути там сказали, что недовольны третьим местом. Но если учитывать с теми трудностями, с которыми столкнулась команда по ходу сезона, может быть, это и не такой уж и плохой результат? Мы должны быть довольны. Как кто не был в тесернии, довольны. Я даже на всех матчах, и ребята вам подтвердят, что любой результат, даже двухзначного счета, он тоже несет в себя какие-нибудь недовольства. Ведь мы давно уже привыкли к тому, что наша команда оценивает игру не по счету, а по качеству игры. И ребята уже в команде много лет, они знают мои взгляды на хоккей, и на то, на что я обращаю внимание. Ведь не важно очки добиться, очковый баланс. Самое главное, чтобы на тебя приходили зрители, болели за тебя, чтобы они тоже переживали, что переживали за команду ЕСЕ. Это взаимное обогащение. Не дай бог, кто-нибудь из игроков команды, это практически у нас не бывает, не добросовестно относился к своей работе в том или ином матче. Тем самым он дал понять, что мне не важны болельщики, зрители. Слава Богу, что у нас с этим все хорошо. Мы боремся за каждого болельщика, и нам важно каждое мнение каждого зрителя, который приходит на матч. Но тем не менее, в этом сезоне все равно поддержки не хватало на родном стадионе даже. Ну, было такое, но это, наверное, из-за того, что чемпионат неинтересен был изначально. Выходили в следующий этап без очкового баланса. Ничто на нас не давлело. Наверное, и зритель понимал это, что сегодня мы придем, а за что болеться ЕСЕ? За выход в четверку? Это было уже изначально, как писался этот регламент чемпионата. Уже изначально было понятно, что туда попадут Хабаровск, Иркутск и ЕСЕ. В этом сезоне реально было выиграть чемпионство у Хабаровска? Реально. Реально. Но, учитывая счет 2-1, Хабаровск имел моменты, мы имели моменты. Они забили, не забили. Мы тоже могли забить, могли не забить. Могли и ничего создать. Интересный момент. Повезло бы немножко. Удачи побольше. Мяч бы залетел. В те или иные ворота. Плюс, ну, наверное, есть определенные моменты. С первым голом, со вторым голом. Если, допустим, первый гол, тоже это на усмотрение судейского корпуса. Там было пассивное положение вне игры, на мой взгляд. Когда Юра Шардаков бил, он был в правильном положении. Он принимал мяч, свернул в центр поля, ударил. А потом я на игре не обратил на это внимания. Но после матча, по-видимому, повтором, было видно, что два игрока Хабаровска находятся перед ромкой. Прямо в метре от него. И там ни одного нашего игрока. То есть, это было пассивное положение вне игры. Если они находились в створе ворот, это вне игры. И второй гол. Болельщики с какой-то камеры сняли прямо по линии ворот. Тоже было положение вне игры у Шардакова. Он забивал гол. Я не упрекаю сейчас, я просто констатирую факт, что так было. Потом тоже моменты спорные были с взятием положения вне игры. Когда, допустим, Алмаз Мергазов заброс ему был. Видно на повторе, что, наверное, была ошибка. Потом Витя Чернышев, когда он ему бросил. Тоже спорный момент. Хотя и у Хабаровска были такие же моменты. То есть, 50 на 50. Могли ему в этой ситуации, кому больше повезло, выйти в финал. Ну вот, если мы даже вспомним начало сезона, матчи с Хабаровском нам не удавались. По 5-6 мячей разница была. Что изменилось за этот чемпионат? А что это странно? Это же все объяснимо. Были тогда Ломанов, Шисоев, которые, в принципе, ввели игру в команду Едисея. Потом их не стало. Они уехали в другие клубы зарубежные. И эту работу надо было делать нашим молодым ребятам. Сначала им это было тяжело, сложно, трудно. Может быть, сначала нереально. Но, конечно, в итоге они же развиваются. И где-то с середины сезона, чемпионата, уже к концу чемпионата, они уже нашли ту роль свою на поле, которая... То есть они набили шишки через победы, поражения, через объемы. И стали уже более качественными игроками. А Хабаровск подустал на протяжении всего сезона. Подустал. У них, я считаю, что все равно не хватило опыта подготовки к финальном матче. Мы там были, наверное, свежее, нежели Хабаровск. Ну, при всех этих, вот я и все равно говорю, что там было 50 на 50. Они выиграли их с победой. Да, могли и мы выиграть. Они бы нам то же самое сказали. Ну, у вас победа. Тем и прекрасен, наверное, был спорт. Вот этот матч. Что играли две сильнейшие команды нашей страны. Но, тем не менее, Инисей по ходу сезона показал свой максимум без Заламанова и Джусоева. Ну, в конце сезона, да. Мы как-то на матче с Виктором Александровичем, губернатором нашего государственного края, он был на матче с Динамо, когда мы играли. Я пришел недовольный. Он такой, да ты успокойся, вот все хорошо. Эти ребята не играли такие роли, которые у них были раньше. Этот губернатор говорит профессионально о таких нюансах. На следующий год приедет Серега, приедет Алам, приедут другие ребята. И эти ребята, научившись уже играть в другом хоккее, у вас будет более мощная команда. Так что у вас все хорошо. А какой тогда могли бы выделить тот матч, который больше всего вам понравился самому, вот как эстету хоккейному. Когда вот вы требовали от хоккеистов, и они показали то, что вы хотели. Или таких матчей не было? Ну, с Хабаровским. Последний матч. И с Суляновским, и с Архангельским за третье место. Два матча которых. Если с Хабаровским он был такой боевой, нервный, психологически такой трудный матч, то с Архангельским это было уже мастерство, высший класс, уверенность. Переигрывание моментов, когда переигрываются моменты, когда уже человек, хоккеисты, те, которые исполняют эти моменты, они чувствуют себя настолько уверенно. И вот эта уверенность, которая пришла к ребятам такая наглая, иногда даже чересчур наглая, она меня устроила, она меня порадовала. То, что они уже получают удовольствие от своей игры, как классы хоккеистов. Сергей Иванович, давайте сейчас вернемся к середине сезона, дисквалификация. Скажите, вот эта мифическая встреча с руководителем Федерации Борисовым с Крильником в Москве, она все-таки была или нет? Была. Ну, это было уже министра спорта у Морозова в кабинете. Там присутствовал представитель Федерации Степанов, министра спорта наш Алексеев, Максимов, я и Морозов. Ну, и с Крильником, естественно. Как долго шла беседа? Ну, наверное, час шла. Потом мы еще отдельно разговаривали со Скрильником. К чему пришли? Да ничего, по рукам ударили. Работаем. Тем более, на этой встрече и Скрильник обещал, что все будет меняться, все будет развиваться, будет совершенно все по-новому, по-другому. И будет создаваться какой-то совет лидеров, будет более рабочий с полком, все будет нормально. Я за это, я за это. Ну, и вот на этом все как бы и закончилось. По сути, в какой-то степени руководитель Федерации признал свои ошибки и вину, в том числе и перед вами. Он не признал, мы друг другу высказали претензии, взаимные претензии. Вот. Поэтому я думаю, что да. Он говорит, надо менять все, что было. И он в последнем интервью, кстати, написал. Все будем менять. Потому что то, что было в этом сезоне, так жить нельзя, можно так сказать. Это его интервью. Я его читал сам. Будет все меняться. Встреча завершилась на такой положительной ноте. Почему? Ваши амнистия затягивали. Затягивалась. А почему? Ну, просто, на мой взгляд, Федерация хотела, чтобы как бы завуэлировано, хоть бы что-то было связано с нашим заявлением от клуба, какой-то было нотки извинения. Я был неприклонен и категоричен. Этого не будет. Я сказал, я ни в чем не виноват и ни перед кем извиняться не буду. И была от нас послана телеграмма, согласовыванная с Морозовым, замминистра спорта России, формулировка, просьба снять дисквикацию Сергея Ивановича Ломанова. Все, точка. Их явно это не устраивало. Поэтому это тянулось. И замминистра Морозов сказал, что никаких условий перед Ломановым и перед Федерацией. Я снимаю свои претензии с Басманного суда. Подали мы. И рассмотрение это должно быть 6 апреля. А они снимают у меня дисквикацию. При этом никаких условий. Вот это была договоренность. Друзья, сейчас небольшая реклама. И далее мы продолжим. Мы продолжаем разговор с главным тренером хоккейного клуба «Енисей» Сергеем Ивановичем Ломановым. Сергей Иванович, минувший сезон лично для вас, для команды, он стал самым тяжелым за всю историю? Да, самым тяжелым. Больше эмоционально? Самым тяжелым, потому что было много травм. Ну, мы предполагали. Меня за это же и, как я смеюсь, всегда арестовали за это. То, что я сказал, в Кемерово какой-то человек сидел, спросил у меня, а вы как относитесь. Я говорю, я уже сколько раз уже говорил про это, что я не согласен с этим чемпионатом. У меня были на то причины серьезные. Серьезная травма у Миргазова, Алмазова. Человек-лидер команды, отсутствовал очень много времени. Потом ему надо было тренироваться и работать по индивидуальному плану. Это тоже несло определенные нагрузки. Были еще много-много-многочисленные травмы. Вот. И, если честно, неинтересно. Неинтересно. Я видел, что неинтересно зрителям. Мало было болельщиков на всех матчах. Меньше, чем обычно. Я же понимал, что это связано с этой структурой чемпионата. Ведь второй матч, если команда не очень хорошо образована, она же не может играть на технике, на фантазиях, на своих, да, на образовании, на техническом совершенстве. Потому что она пока этого еще не достигла. Два матча играется на физическом состоянии. На физическом состоянии, понимаешь? Это не очень нравится зрителям. А второй матч вообще идет на усталости. Тем более, что нет никаких технико-артических моментов. Самих хоккеистов отвлекала вся эта ситуация? Вокруг вашей персоны? Вокруг травмированных игроков? Вообще полностью отдавались хоккею? Тяжело было абстрагироваться от всех? Ну, конечно. Но они же тоже ребята такие профессиональные. Они сам настраиваются индивидуально, каждый игрок. Все равно мы делали все, чтобы это не повлияло на целость команды. Все равно это происходило. Все равно никуда ты этого не денешься. Когда ты приезжаешь... Ну, надо же признать, что судейство у нас на нижайшем уровне в нашем чемпионате. Про это уже все говорят. Уже сезон закончился. Но это же было всегда. И когда ты приезжаешь, у тебя и так проблемы со здоровьем, с игроками, с техникой, с тактикой, с какой-то там психологическим моментом. И плюс еще вмешиваются под ту сторонние силы, которые влияют на результат команды. Конечно, это действует. Конечно, это влияет. Когда вы узнали новость из Архангельска, что как сыграли матч «Водник» и «Байкал Энергия», что в первую очередь подумали? Я сейчас с ума не сошел. Я не хотел. Я проснулся в 20 часов ночи. В 20 часов ночи матч закончился. И мне было желание залезть в Ютуб, узнать счет. Я не уснул. Я буду думать, с кем я буду играть. С Ульяновском или с Архангельском. Думал, думал, думал. Ходил, ходил. А что лучше будет? Я сейчас в ряду буду думать. Кто вошел? И я открываю место. Я с ума сошел. Это что? Я такой себя блюдо. Это что, сон? Я тут думаю, это что? В свои ворота все мячи забивались. Представляете? Я в шоке был. Это честно. Я не наигрывал. Это смешиво. И вроде и смех, и хохот, и вроде какое-то недоразумение. Я звоню, естественно, Сереге. Он смотрит эти все вещи. Серега говорит, мне тоже начинает рассказывать. Я говорю, да не может ли быть. А после этого начал другим звонить, Ваньке Максимову звонить. Ты мне объясни вообще, что происходило там? Это было невероятно. Но тем не менее, вы поддержали в какой-то степени водник? Ну, это была уже спланированная акция, как уже мы узнали потом. Я о ней не знал. И никто об этом не знал. Это я знал Абхангельск, конечно. И Иркутск, естественно, знал. Но после того, что произошло, вы знаете, в основном все вот это недовольство происходило от одной команды Енисей. Ну, как правило, да, вот он все равно, все равно, вот один Енисей, один. И меня в одной ситуации порадовало, что это сделал Архангельск. Не согласился с этим произволом. Что творится на хоккей. Я наконец-то, а это уже было настолько сильный резонанс. Я уже был готов. Да закройте вы лучше этот спорт вообще. Ну, уже неинтересно стало. Сейчас мы можем по-всякому к этому относиться. Я надеюсь, что все изменится. Что мы наконец-то... Ведь знаете, что обидно? Ведь тоже Красноярс много делает для развития хоккея с мячом. Ни в одном городе нет два искусственных поля. А мы еще строим уникальный дворец для хоккея с мячом. И нас же за это еще наказывают. За наших игроков сборной, которые ничего кроме желания играть в сборной не испытывают. На всех уровнях. Детский хоккей, юношеский хоккей, юниорский хоккей, взрослый хоккей. Идет развитие. И ты во всем виноват в этом. Меня всегда бесило. Ваши постоянные идеи что-то изменить в хоккей с мячом поддержал вводник. Сколько еще... Ни ввеного города. Вот сколько еще команд придерживаются той же идеологии? Прям все. Все. Ну, просто все. Ну, кроме Иркутска. Или Иркутск здесь. Там у них артист есть. Ну, мы знаем. Да, серьезный артист такой. Такой интересный артист. Который... Говорит, что только он создал хоккей в нашей стране. Понимаете? Говорят, что после видеообращения к президенту, каждого игрока, кто стоял на камере, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это правда? Нет. Абсолютно нет. Ну, я об этом не знаю. Да нет, конечно. Ну, у нас свободная страна. Мы имеем право высказываться. Это что ребята сделали. Я вам честно скажу. Я увидел в ВИП-зоне их всех. Они сами это сделали. Я у Юры, ну, у Дудника спрашиваю. Юра, это что? Это что происходит? Ну, ребята делают обращение. Я говорю, да ладно. Молодцы ты. Просто я поддержал. Ничего себе. Почему я об этом не знаю сейчас? Ну, и они же взрослые люди. Те же Иване Максимовне, Женька Хвалько. И Дудник Юр. Они меня всячески, ну, оберегали, может быть, да. Чтобы я лично ничего не знал. Они прекрасно знали, что я ничего не читал. Ничего не читаю в интернете. На этих вот хоккейных наших страницах. Не хочу лишний раз себя затрагивать, нервничать. И они меня оберегают так, что я лучше. Если я сам приду к ним и начинаю, скажи, что написано, что там это происходит. Они мне начинают рассказывать. Но я сам не интересуюсь. Я переживаю тяжелее, наверное, вот эти моменты все. Но все равно себя в курсе как-то держу. Но датировано. То есть какая-то определенная там, определенная информация. Ну, наверное, главный вопрос. Что же ждет хоккей с мячом в будущем? Что-то изменится по вашему? Читал в интернете, что создается победительский совет федерации. Возглавляет Герман Босс, бывший губернатор Калининградской области. Там всякие были еще работы. С оптимизмом смотрю в этот. Потому что победительский совет. Конечно, не хотелось бы там, чтобы был создан совет подобию наблюдательного совета. Чтобы туда входили всякие артисты, какие-то спортсмены, не относящиеся к нашим виду спорта. Какие-то там другие люди совершенно. И потом принималось решение, связанное с хоккеем самим, с мячом. Принималось самый высший орган и сполкум федерации. Но я никогда не соглашусь с этим. Как они могут принимать решение, хоккей ничего не понимает. Не надо. Я пожелал бы, волную его. Я уважаю его всячески. Спортсмен, что-то выигрывал. Ну, дай бог ему стать наблюдательным совете бокса. Он там больше пользы принесет. Сергей Иванович, давайте сейчас вернемся все-таки еще раз к команде Енисей. Ваш сын Сергей Сергеевич Ломанов уже заявил, что следующий сезон проведет в России. Насколько вероятно... Даже заявил же. Ну, сказал, что он в Энерсбург покидает. Он, конечно, не сказал точно, за какой клуб будет выступать. А вы вообще представляете Серегу Ломанова в другом клубе? У меня вопрос такой же был бы. Вы бы отпустили его? Я больше ничего не сказал. Больше я ничего не скажу. Вы представляете его в другом клубе больше? Все его осталось в России. А я спрашиваю, а вы представляете его в другом клубе? Ну, наверное, нет. Но я не представляю. Но вы бы сами его отпустили бы? Куда? В другой клуб. Он что-то сумасшедший, что ли? Да ну вы что? Кроме Есей. Нет, ну я не говорю, что его... Но я не представляю. Что можно сказать про Алана Джусоева? Тут буквально накануне прочитал, что он покинул расположение Сан-Двикина. Вы... Я сам и надеюсь. Держите себя? Я тоже, вот если честно, не представляю Алана в другом клубе. Если честно. Но надеюсь, и он так думает, что он не представляет себя в другом клубе, кроме Енисея. Ведь, как бы то ни было, и Енисей для Алана много сделал, и Алана для Енисея. Тем более, что для него понятие, допустим, каких-нибудь контрактных обязательств на втором плане, как он всегда об этом говорит. Поэтому я тоже так же думаю, как и по Сергею. По сути, в следующем сезоне мы можем увидеть в хоккейном Енисея Ломанова и Джусоева опять. Я бы хотел бы это увидеть. Буквально накануне появилась информация, что 21-летний нападающий Сан-Двикина Эрик Петерсон собирается попробовать свои силы в России. Им интересуются Хабаровский сканифтяник и Енисей. Можете прокомментировать эту информацию? Ну, для меня это не секрет, что Хабаровский Енисей. Поэтому и Хабаровск пользуется авторитетом за рубежом Енисея. Пользуется авторитетом за рубежом. Я не исключаю такую возможность. Вы хотели бы увидеть этого игрока в своей команде? Ну, если про это пишут, значит, со мной согласовывали как-то это имя, это фамилия. Когда мы узнаем уже окончательный ответ? Ну, после апреля уже где-то идет работа сейчас буквально. Вчера, сегодня, надеюсь, завтра до 1 апреля уже будет какая-то картинка ясна по нашим игрокам, кто остается, кто уходит. После апреля, 1 апреля начнутся уже переговоры, связанные с теми людьми, которым вы сейчас задали этот вопрос. Что касается Сергея Иолана, еще скажу, что Виктор Александрович тоже дал добро или согласие. И он хотел бы, чтобы и Сергей, и Иолан играли бы в нашей команде. Он прямо и сказал, а для кого мы строим здесь все? Поэтому, так что, я думаю, что Сергей будет первым. Звездочкой. До Иолана, который подпишет с нами контракт. Хорошо. Иолан может на часа на 2, позже, или может на 3 дня. А может на месяц. Будем этого ждать. У меня последние буквально вопросы остаются. Вы, Енисей, в этом сезоне, наконец-то попрощался с своим легендарным стадионом. Вы будете скучать по арене своей? Нет. Я буду смотреть историю этой арены. Буду наблюдать ее. Показывать буду своим внукам эту арену, когда я играл. Я вот здесь вот, у нас было собрание, я полностью клуба, я сказал, что я единственный человек здесь сегодня. Работающий, который, помню, две арены. Ту первую, вообще старую, деревянную, потому что я жил напротив. У меня окна были на втором этаже, буквально в 20 метрах от арены старой. Еще забор был такой решочный. У каждого дырочка своя была. Клумбы эти, советские, кассы здесь люди проходили. Потом его снесли и строили вот эту арену. То есть я с первого до уже, наверное, лет 55, я это все наблюдаю, которые сегодня здесь работают. Я, наверное, один остался из всех. Тем не менее, следующий сезон команда проведет на стадионе «Локомотив». Насколько эта арена подготовлена, адаптирована под хоккей с мячом, если вас переживают? Ну, там искусственно. Я приходил, те условия, которые для нас создали, классные. Это будет вообще, я считаю, интересно даже в центре города поиграть. И качественная арена. Для меня самое главное, чтобы был еще лед качественный. Ну, к этому мы с этим работаем, над этим работаем. Я думаю, эти условия будут созданы для нас. А что касается бытовых условий, там вообще нет претензий. Ну, пока нет претензий. Все равно надо много что сделать. Там есть нюансы, есть минусы, есть определенные пока. Но еще у нас есть полгода для устранения вот этих нюансов. Спасибо вам за разговор. Пожалуйста. А я напомню, что с нами беседу вел главный тренер хоккейного клуба «Инисей» Сергей Иванович Ломанов. Субтитры подогнал «Симон»!